За данными компанией ТНС Украина, ця надзвучайная подия привернула найбольшую увагу в интернете. В Балаклаве российские военные вообще занимаются беспределом. Они ворвались в Балаклавскую воинскую часть номер 2382, захватили ее и стали избивать украинских военнослужащих, при этом предлагая перейти на сторону русской армии или написать рапорт об отставке. В Государственной пограничной службе Украины подтверждают, что российские военные действительно осуществляют моральное и физическое давление на украинских пограничников, принуждая их подчиниться. На территорию Украины продолжают прибывать подразделения Вооруженных сил Российской Федерации. По последним подсчетам, в Крыму уже находится более 15 тысяч российских военнослужащих и более 50 единиц техники, в частности бронированные автомобили, бронетранспортеры и вертолеты. Украинских и зарубежных журналистов, которые пытаются въехать в Крым, задерживают вооруженный «Беркут». Запрещают вести съемку, угрожая открыть огонь без предупреждения. Во время выполнения своих профессиональных обязанностей несколько журналистов пострадали. На Татьяну Рихтун напал неизвестный в штатском, ударил журналистку по голове и отобрал камеру. Татьяна сейчас в больнице. Еще одному журналисту просто разбили камеру. Несмотря на сложившуюся ситуацию в стране, выполняющий обязанности генпрокурора Олег Махницкий призывает украинцев не поддаваться на провокации, избегать паники и сохранять спокойствие. Еще раз закликаемо всіх громадян зберегати витримку, спокій, виконувати закони та памятати, що від цього залежить майбутнє нашої України.